В этот день в зале Дома культуры поселка Красногорецкий собрались самые преданные почитатели творчества «Сибиряночки». Они восторженно встречали все песни коллектива. Первые поздравления юбиляры приняли от заместителя главы Богучанского района и председателя районного совета депутатов. Я желаю вам оставаться на долгие годы вот таким единым творческим коллективом, который готов прославлять свой поселок, готов дарить любой песне желание слушать вас и, конечно же, любить вас. В творческой копилке коллектива десятки народных песен, исполняемых на высоком художественном уровне. Участников хора отличают трудолюбие, интересный и продуманный репертуар. Коллектив «Сибиряночка» востребован, и это залог его долгой и успешной творческой деятельности. Много добрых слов гости подарили Галине Ивановне, ведь именно она стояла у истоков создания творческого коллектива. Она с улыбкой вспоминает о пройденном творческом пути народного хора. Я приехала, и Геннадий Иванович Рукасуев, директор ЛЗУ, ушел и говорит, Галине Ивановне, вы можете создать еще хор? Я говорю, конечно, могу. И вот я пошла в каждый двор, значит, слушала голоса, и вот было 18 человек у нас на начале хора, сейчас 16. Ну, они, значит, у меня оклад делали от лиц фармкоза. Когда Геннадий Иванович ушел с работы, меня пригласили в отдел культуры методистом. И я работала методистом, у меня было 5 формирований, и все равно я руководила хором в течение 8 лет. Вот с 8-го года и по 16-го. Ну и потом, значит, ввиду того, что дискотеки я уже вести не могла, потому что возраст, поэтому я образы свою передала Александру Николаевичу. Юбилейный вечер прошел в атмосфере неиссякаемой искренности, душевной щедрости и радости от творческого общения. От начала и до конца концертная программа сопровождалась бурными аплодисментами благодарных зрителей. Нравятся артисты, нравятся вообще люди, которые участвуют в этом ансамбле, нам очень нравится. Мы их всех знаем, я здесь живу 69-го года. Все нравится, все интересно, ходим с удовольствием. Этот коллектив, он всегда стоял на хорошей высокой планке, он всегда к себе привлекал здесь в Красногорске. Еще когда они были с ударушкой, когда им играл Миша Фурманов, был такой баяни здесь у них. И вот тогда у них столько было желания идти дальше, идти вперед. И вот сегодня результат, пожалуйста, замечательный. И коллектив большой, и коллектив сохранил свой бывший костяк. И дружат они со всеми коллективами. Добрые, отзывчивые, хорошие, талантливые женщины. Ну и хорошо, что там мужчины есть немножко. Ну, то есть добавляют, молодежь уже есть. Здорово. Десять лет – это только начало большого творческого пути. Впереди Сибиряночку ждет еще немало новых успехов, различных событий, важных выступлений и заслуженных наград. Ведь зрелый и, несмотря на возраст, энергичный коллектив пребывает в отличной форме, а это вселяет веру в их творческое долголетие. Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр Богучаны». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!